всем добрый день у меня тут небольшая катастрофа упал цветок с полочки все рассыпалось и смотрите весь подоконник у меня все вот керамзите в шелухе я хочу показать вам новую полочку подставочку я купил смотрите какая на 9 горшочков смотрите как прекрасно она смотрится здесь я разместила вот леодорку свою на верхней полочке она будет свисать она уже распустила один цветочек уже пошла в рост здесь дикий ход ниже еще орхидейка это будет орхидейная полочка здесь мои двойные посадочки а вот это желтая прекрасно орхидейка упала из-за того что горшочек очень высокий и он упал и все развалилась она не помещалась в это отверстие надо будет пересадить я думала его пересадить в этот горшочек но раз такое случилось придется его пересаживать смотрите за то знаете что хорошо я увидела в нем корневую систему корни в нем аж пыхтят хорошие это тоже меня очень хорошо радует сегодня будем делать пересадочку этой орхидейки она же не может в таком состоянии жить дальше нужно ее пересадить сейчас это все по убираю и будем пересадочку делать еще одна радость моя пульчерина пустила цветоносик это керамзиты здесь упали будем убивать смотрите знаете скоро покажу ее цветение как она прекрасно цветет а сегодня будем делать пересадочку колода темочка упадет и вот это желтая орхидеечка пойдут двойную лодочку горшочек и так приступим пересадки растений в один горшочек для начала берем мое растение которое выпало из горшочка осматриваем корневую с корнями мы ничего делать не будем посмотрите какие прелестные корешочки везде абсолютно вот у нее немножко знаете какой брак не вот листочек видите какой кто-то вроде бы покусал точечки трипсы что ли наверное трипсы я так думаю паутинного клеща нет и с этой стороны видите покусаны ну после того как я начала проводить процедуру с помощью календолы настойки я протираю листочки вот этих вот новых покусов я нигде не заметила сейчас я покажу как я протираю листочки берем орхидеечку ставим берем спончик макаем календулу и протираем каждый листочек вот такая желтенькая но после того как протрется листочек он такой блестящий получается глянцевый красивый и пыли нет бактерии умирают всякие букашечки видите сколько пыли пыль в каждой квартире есть этаж от этого не спрячешься как ты не будешь убирать не будешь пылесосить цветы все равно притягивают пыль сейчас я протру это растение до конца желательно аккуратненько чтобы не корешочки не поломать не листочки не поломать потому что если поломаем начнет портиться в разных местах я вам показывала растение до протирания листочков а теперь смотрите я протерла какие они получились глянцевые красивые блестящие но этот листочек который поврежден я думала его обрезать а потом посчитала что пусть лучше он будет он нигде не гниет ничего не сочится вредители уже погибли пусть такие будет орхидейки все хорошо посмотрите корни аж дышат аж и нарастают со скоростью старый корешок вот казалось бы засохший но посмотрите какой он пошел после засохшего зелененький крепенький никакие корни я обрезать не буду вот этот можно было бы мне не буду там внутри плотный хороший теперь буду подготавливать второе растение вот этой орхидейки только о дачка смотрите как она замечательно цветет она восковая она классная она изумительное растение и корневую тоже вот сейчас я достану с горшочка так как я буду сажать другую систему посадки здесь смешанная система посадки а я буду сажать совсем иную систему посадки но для начала протру ей листочек таким же образом берем тампончик смачиваем настойкой календулы и легонечко протираем каждый листочек купать я свои растения не купаю не люблю я этого я боюсь загнивания я им лучше протру лишний раз листочек и будут листочки красивые чистые и свеженькие на них эти мульти флорки они большие листики не наращивает у них миниатюрные листики как у других растений леодора например у нее огромные листья свисающие на бок огромные а это маленькие аккуратненькие поэтому я решила сделать двойную посадочку в горшочек типа лодочка и сейчас посмотрите как это будет смотреться в посадочке берем высыпаем все из горшочка не хочет выниматься я так чуть-чуть очищу от коры все ой смотрите где прищепочка была и посмотрим какая корневая наросла эту орхидейку я купила два года назад она не хотела у меня расти стояла стояла а затем пошла в рост видите корневую шейку насколько она вытянула но цвести не давала вот сухие сейчас обрежем сейчас вам покажу подробно какие корешочки я буду обрезать смотрите вот эти серебристые их резать не нужно вот этот вот вот абсолютно сухой он не годится можно даже укоротить корневую шейку ведь она здесь сильно сухая в этом месте здесь живенькая свеженькая берем секатор я его обработала для надежности еще протру тампончиком которая протирала листочки в растениях с календулой чтобы не занести никакую другую инфекцию так приступим сначала обрезаем вот этот корешочек сухую вынимаем его этот корешочек ну и вот эти корни нижние обрежу вместе с корневой шейка этот зеленый корень вот эти обрежу и сколько меньше будет то есть посадка будет глубже сидеть в горшочке за счет того что я обрезала корневую шейку запуталась тут конкретно чё сейчас будем распутывать будем все спасать вот этот корешочек обрежу он здесь перегнулся ведь я его решила обрезать вот он еще выше подсох можно вот это сухое все тоже срезать вот так а орхидейки я свои обработала вот смотрите сколько корнюшек я обрезала ненужных ну там достаточно корней то есть эта часть не сильно ей нужно и смотрите я решила сажать не в кору так как в коре очень много вон всяких вредителей ползает а будем сажать в керамзит керамзит я взяла меленький промытый кипятком я его залила после того как открыла упаковку а потом он просох и сейчас будем сажать в керамзит дальше смотрите горшочек лодочка с двойным дном с фитильком упаковочку снимаем специально для орхидеек такие покупаю не понравились то есть они прозрачные как обычно как для орхидеек нужны горшочки и очень удобно два растения помещается вот даже место есть одно растение и второе растение видите нарисовали орхидейку нет ни на этому где-то я видела нарисована орхидейка был калипсо а здесь видите орхидей другой немножко значок а на эти два николе не орхидей не написано вообще они для орхидея предназначены видите фитилек длинный здесь была наклеечка не вынимать в таком состоянии чтобы он и остался теперь будем наши орхидейки помещать в этот прекрасный горшочек а чего я решила керамзит так как посмотрите это орхидея росла в керамзите какие она корни классные нарастила это немножко коры попалась а в коре это примерно одного возраста две орхидейки а в коре вот она вот так нарастила корешочки тоже неплохие но не такие как керамзите керамзите мне будет нравится больше нравится смотрите какие две чудные орхидейки какой у них цвет будут расти в одном горшочке так помещаем горшочек для начала нам нужно установить их в горшочек так чтобы все подходило чтобы не нравилось в этом чтобы им удобно было так не подходит сейчас а затем просто засыпать керамзитом примерно вот так корешочки вниз опускаем все так легонечко не прижимая ничего вот они вот так у меня себя чувствует вот этот лопнул корешочек подстрелу показать вам хочу ведь и перегнулся я его обстрелу в этом перегнувшимся месте так как он поломался и вот в этом месте здесь ладно мне так не нравится немножко поверну в другую сторону сначала нужно как следует выставить чтобы потом мы могли любоваться этим растением приятно было смотреть на это растение и они друг другу чтобы не мешали ну вот примерно так теперь начинаем засыпать керамзитом потихоньку не спеша по краю крутим орхидейку в разные стороны и засыпаем ее керамзитом все она немного держится я могу ее отпустить теперь с этой стороны приподняли листочек и засыпали керамзит сейчас увидите какая будет хорошая посадочка и все таки два растения будет удобнее мне на окошке держать в одном горшке или два в разных горшочке намного будет удобнее а эти воздушные корешочки ножки не сделаешь то есть они будут воздушные они не мешают главное чтобы они питали нашу орхидею могу или вашу в данном случае мою я к сожалению ускорить процесс не могу засыпать нужно аккуратненько медленно не спеша но могу остановить видео и засыпать вот я посадила свои растения и с одной стороны уложила под орхидейку мох теперь смотрите как красиво получается когда мох мох заливать не нужно чтобы он был полусухом состоянии видите керамзит он не так смотрится просто кружочки получается а с мхом она смотрится замечательно берете кусочек муха и просто укладываете вот так на край горшочек к шейке не надо прислонять а на край горшочек видите от шейки немножко отступить и получается как законченный вариант орхидейка намного по другому смотрится и еще знаете мох хорошо он сохраняет влагу влага не так испаряется если в сухой комнате у нас быстро отопление все испаряется влага а если сверху мог положить она не так испаряется и очень красиво получилось посмотрите какая посадочка у меня получилось вот такая посадочка у меня получилось сейчас я протру листочки видите мухом запылились протирала протирала и все равно теперь мои две орхидейки кода вот я поставлю вдруг когда она цветет чтобы знала с какой стороны какая кода и желтенькая будут расти в одном горшочке сегодня я поливать не буду так как там корешочки я обрезала повредила кое-где а вот это на желтенькую поставлю не перепутать я не знаю ее название к сожалению это желтенькой я покупала очень много желтых но потом они как-то перепутались с названием и вот это желтенькая у меня теперь растет они одного размер чека видите колода и это желтенького одного размера и очень красиво смотрится прям такие сказочные орхидейки а сейчас покажу другие горшочки в таких же горшочках у меня растут орхидейки другие сейчас вам для примера покажу еще несколько вариантов вот такая групповая посадочка у нас сегодня с вами была произведена вот еще одна групповая посадка здесь две вариантные орхидейки и вот такая черненькая расцвела симпатичка маленькая здесь даже три я посадила это минички а затем когда они подрастут немного то опять пересажу миди видите какие огромные листики это то что мы сегодня пересаживали немножко повернулась колода не ту сторону я хотела не любоваться ну ничего и вот третий такой же горшочек здесь я посадила темненькую орхидейку тоже название я не знаю вот видите бабочка и как она не откроется эта бабочка может она и не откроется никогда а здесь желтая бабочка это две бабочки у меня на этом будем заканчивать спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока